Из всех, находясь здесь выступающих, я самый не нерудированный. Поэтому я могу подходить не с точки зрения науки, не с точки зрения опыта, скорее всего, кераментологического, а я могу подходить в том зрении тренера и психолога. То есть, так как в этой области я все-таки тоже профессионал, то я, скорее всего, буду освещать вопросы предотвращения старения, продления молодости, здорового образа жизни, возможно достижение безмерки, с точки зрения того, как я это вижу как психолог, как я это вижу как тренер, как человек, который общается с разными людьми. И поэтому я с этого хочу начать. Ну, скажите, здесь есть люди, ну реально, я понимаю, что банальные вещи говорю, но все-таки подтвердите, чтобы я не был дураком. Значит, есть люди, которые реально хотели бы ходить свою жизнь. Ну, понимаете, сколько примерно вам жить? Ну так можно. Вот я хотел бы жить подольше. Здесь есть такие люди? Все, спасибо. А это люди, которые не просто хотели бы там, ну на 5-10 лет, это понятное дело, а кардинально продлить. Ну, условно говоря, люди говорят, что такое кардинально. Ну, большинство самых смелых людей предполагает следующее. Ну, сейчас это лет 70 живут. Ну так, ну вот если 80 буду жить, доволен буду. Правда, с 79 к 80 тоже хочется еще больше. Ну, аппетит приходит во время еды, правда, некоторых уходит еще раньше. Значит, поэтому, а вот я когда говорю о кардинальном, ну, это, скажем, 500 лет, вот кто-то, 600. Ну, кто-нибудь хотел бы, честно? Ну, нужно не ограничивать нас. Сейчас, это третий вопрос. Это третий вопрос. Потому что, если здесь все-таки, ну, уже кто-то задумался насчет кардинального, 500-600, эти руки не все подняли, кстати. Или просто при таких цифрах даже и не поднимается рука. А, нет, я руки пошел уже. Значит, вдумался. Просто цифра приходит не сразу к сознанию. И третий вопрос вообще не ограничен. Условно говоря, вот сколько хочу, столько и буду жить. Вот. И вообще планирую быть бессмертным. Вот, кроме того, есть, но честно. Ничего себе. Меньше, меньше. Смущает идея, да? Смущает. Смущает. Вот, смотрите, когда сто лет, там понятно. В общем-то, как ни дурака, они посмотрят. В принципе, тобой будет гордиться страна. Покажут по телевизору. Ну, и, в общем-то, есть вероятность, что будут платить пенсии. А, значит, а 500-600 лет, уже непонятно, где будешь жить, в какой стране, на какой планете. Да и вообще, кто рядом с тобой будет жить. В каком виде, кстати, ты будешь. Что тоже это многих смущает. Ну, если в зеркало, например, посмотришь на себя через 500 лет, узнаешь ли себя. Не будет ли что-то там совсем другое, будут ли зеркала. Значит, и бессмертие, идея, это вообще, она как бы даже пугает. Своей огромностью, она непонятностью, своей, возможно, нереальностью. Тем не менее, давайте рассмотрим. Мне просто интересно. Вот, если у вас есть желание жить неограниченно долго. Обратите внимание, когда я говорю неограниченно долго, это означает, что если вам пришла великолепная идея в голову уйти из жизни, никто же вас от этого права не забирает. Словно говоря, хотите тысячу, ты еще или вдруг где-то на тысячу первый год. Что сказали? Да хватит. Хватит, надоело уже. Ну, сделаю шоу. Но не кто-то решает за тебя этот вопрос. А сам принимаешь решение. Да, вот такая интересная перспектива. А вот, если бы у вас, значит, вот идея жить сколько угодно долго, ну, быть бессмертным или управляемо смертным, была, для чего это вам надо? Ну, для чего? Вот, ведь многим людям скажут, мне скажут, для чего это? Это главный вопрос, зачем? Вот лично, ваше предложение, за чего? Для чего это? Узнавать мир. То есть тебе интересно? Ты считаешь, тебе будет вот столько лет, все будет интересно? Да, ну, мир такой надо обратно, интересно его познавать. Ну, давай, узнавать, да, интересно, ладно? Я пишу мемо, вот, чтобы было чтение академичности, что ли? Вот, и так далее. Узнавать мир, значит, интересно, когда я это все пишу. Хорошо. Еще для чего? То есть тебе хочется других учить, других то-то-то-то-то-то, а за это время накопишь побольше, значит, большему людей научишь. Хорошо. Перезаводим мир. Так, дальше. Зачем еще? Может, и не надо. Сейчас мы сейчас выясним быстро, в течение 15 минут скажем, спасибо Игорь, спасибо Анатолий, не нужно нам все это делать. Просто писать историю? Просто писать историю? Историю мира, да. То есть ты хочешь писать историю? Историю мира. Историю будет дальше, и дальше, и дальше. Что будет дальше? Ну, любопытство, интересно. Ну, хорошо, что будет дальше? Ну, вопрос очень интересный, вопрос, что будет дальше. А как насчет такой идеи? Вот сейчас люди говорят, что, ну, знаете, дальше будет еще хуже. То есть, ну, очевидно, живем самое худшее время. Когда клизмы усиливаются, клизмы, значит, ну, люди становятся все хуже и хуже, вы посмотрите на молодежь. Ну, серьезно, посмотрите, какую музыку слушают вообще. Что же делают люди? Это есть признаки старения. То есть, вы не разделяете, да, эту идею? Потому что если дальше будет еще хуже, то зачем тогда все это нужно? И чему учить тогда будешь людей? Ты понимаешь, чем дело? А как вообще насчет этой идеи, что вообще мы живем самое лучшее время на Земле? Да. Ведь подумайте, вот, я, ну, не знаю, мне вот поддержат, анатолий, вот, Игорь, Данила, а кто-то из вас. Ну, во-первых, когда еще у человека было столько возможностей? Притом в разных областях. И в эмоциональных, и технологических, и в области отношений, и в области познания мира. Ну, когда еще это было? Немного. Дальше. Пермитов во время христианства не было. Когда еще человек за жизнь столько успевал сделать? Никогда. Я вдумался в одну простую вещь, вот, ну, предположим, правильно или нет, меня специалисты поддержат. Еще в начале 20-го века продолжительность жизни человека в разных странах не превышала в среднем 40 лет. В среднем. Ну, конечно, были даже, урожители они были всегда, но в среднем человек жил не более 40 лет. А там еще веков, там где-то 300-400, это вообще 20 лет было, да, средняя проводительность жизни. В средних классах. 20 лет, да. Значит, мы только за наше время, да, за одно столетие, жизнь человека удлинилась практически в два раза. Уже в два раза. А теперь смотрим с возможностями. А ведь я вот сейчас подумал, на протяжении человечества, сколько люди жили в темноте. Ведь, ну, не было бы такого света, освещенных улиц, там, возможности что-то вечное делать. То есть, условно, жизнь не просто была короче, а треть жизни проходила вообще в темноте, когда, ну, многого не сделаешь. Ну, очень мало что можно сделать. Ну, лег, ну, некоторые детей сделали, ну, тоже, видите, в общем-то, надоедает. То есть, очень много человек не мог сделать, то есть, еще на третью резается. А если надо было куда-то поехать, если надо было куда-то добраться, что-то узнать, сколько нужно было времени для этого, не знаю, из деревни А доехать к деревню Б, чтобы там спросить, а не знаешь ли. А сейчас решает за секунду. То есть, еще вообще скорость, там, обмен информацией, способность что-то делать, еще многократно было меньше. То есть, мы сейчас живем в десятки раз дольше и по качеству и по продолжительности жизни, чем еще люди вот несколько, ну, столетий назад. Фантастика. Но ведь дальше-то будет. Еще интереснее. Если жизнь будет продлеваться, возможности будут возрастать. Еще интереснее. Да и даже сказать, если говорить о истории человечества, что было сейчас жестокости, войны. А раньше-то что было? Жизнь человеческая раньше вообще абсолютно ничего не стоила. Абсолютно. Это вообще не обсуждалось. Сейчас правозащитники, как в детах, ну, предположим, казнили, забили камнями. Все человечество начинает подыматься. Да, еще есть регионы, где люди умирают от голода, на это не реагируют. Но это осталось все меньше и меньше, и все равно об этом начали думать. То есть, очевидно, гуманизация человечества, она происходит. Даже просто в сознании человека, человеческой жизни, ценность ее многократно возрастает в среднем, что раньше было. Говорят, ну, болельки, вини здоровья. А чума? А холера? Еще там 100-200 таблет назад. Сколько выносило? В средние века. Сколько выносило в среднем? Хорошая эпидемия чумы, такой буба-блажа. Но в Саваловской больше 2-3 населения. 2-3. В течение месяца. Бах, как корова слезала. То есть, человек строит дом, там, пытается воспитывать детей. Вдруг раз, пришла борьба, ничего не сделаешь. Хоп, 2-3 населения нет и так далее и так далее. Ничего себе, нам сейчас вдуматься в это. Сейчас жизнь каждого борется, еще под каменцами люди лежат. А тогда вообще, какие заботы вообще, быстро бы с улицы убрать, как? Ходить, чтобы. Значит, то есть, вопрос, совершенно так, мы решаем на другом. Но дальше-то будет как? Еще же интереснее. Еще больше возможностей. Понимаем тебя. Понимаем тебя. Поддерживаем его многократно. Есть ли еще идеи, зачем жить бесконечно долго? Можно перепробовать в новой профессии. В новой профессии мы будем. Сколько можно перепробовать, да, новых профессий и так далее. Вот я сейчас, например, мне там 47 лет. Я думаю, елки-палки, теперь, наверное, до конца жизни буду тренером. Ну, не самая худшая профессия, конечно, на свете. Но все-таки уже новую начинать, вы понимаете. Это опять, это еще учиться лет 5-10, чему-то с профессионалом еще становиться. Ну, так лет 10 надо, чтобы стать второй профессионалом. А если я знаю, что еще лет 500-600 тысячи и так далее. Так я, не знаю, могу вот пойду учиться, вот, может быть, в героскологе. Анатолий, возьмешь? Вот. То есть, понимаете, у меня перспективы-то какие открываются. Да-да-да. То есть, я могу учиться, могу развиваться. Сколько профессий перепробовать. Итак, попробовать новое, да, там, профессия. Кстати, в другие страны поехать какие-нибудь, языки выучить. Я вот испанский начал учить. Как вы кто-нибудь учите сейчас новые языки? То есть, пригодится же, сейчас только жить. А думайте. А вот. Итак, попробовать новое. Не просто попробовать, а можно даже хорошо сделать. Так, еще. Да. Постойте, пожалуйста, мы так классно мечтаем, там, тысячу лет. Наверное, когда, получив массу новых знаний, можно обучиться вот тому всему, что есть на планете Земля, да, то есть навыки, да, вот. И, наверное, изменить мир, вот, получив то, что можно вот этого всего. Изменить мир? То есть, хочешь изменить мир? Еще нет. Улучшить его? Конечно. Хорошо. Менять мир? Очень классно. Классно. У нас все равно стоит возможность менять мир. У вас есть уже какие-то идеи, как лучше можно мир вообще устроить? Есть. Да. Значит, нам нужно что-то делать. Полно. Вчера буквально открываю свою страничку ВКонтакте, где объявление про нашу встречу. Одна очень, ну, наверняка доброжелательная женщина пишет. И говорит, значит, не хотят бессмертия, но как бы люди, отказ где бессмертия, первое, во-первых, потому что им уже ничего в жизни не нужно. Вот. Когда им не нужно жизнь, им не нужно бессмертие. И второе, когда люди уже ничего не могут этому жизни и миру дать. И дальше выводы фантастический. Видите, в любом случае, бессмертие бессмысленно. А вернулись, как устроена мысль. Я прямо написал, абсолютно согласен. Абсолютно согласен. Если тебе уже нечего дать, и тебе уже нечего брать, бессмертие бессмысленно. Но нам есть, что брать, и нам есть, что давать. А вот, хорошо. Есть ли еще идеи, потому что сейчас будут озвучены идеи противника. Интересно, кто сильнее? Удовольствие получать больше. А, ты еще удовольствие хочешь? Ну, конечно. То есть ты нацелился не на то, чтобы просто жить долго, а еще удовольствие получать? Ну, конечно. Ну, хорошо. Притом много удовольствия, открывать источники. Получайте удовольствие. Ну, ведь действительно, в сознании многих людей долгая жизнь, это, ну, даже помните, есть, по-моему, легенда о вечном жиде, который бедный ходит и никак умереть не может. Скучно живется, тоскливо. То есть страшно. А если вот идея о том, что жить сколько год на долго, и сколько год на долго, получать удовольствие, ну, как-то уже все повеселее становится, да? Есть ли еще идеи для чего? Ну, что-нибудь такое кардинальное. На всякий случай. Может, чуть-чуть, хорошее случится, а... А ты пропустил. А, да. А тут умрешь, и обидно вроде, да? А тут раз и происходит. Представляете, когда хорошая штука, жизнь горит, на всякий случай. Хорошая идея такая, да? А вдруг пригодится. А вдруг пригодится. Ну, хорошо. Ну, теперь смотрите. Если бы... Каждый здравомысленный человек, живущий на этой земле, и наши друзья, знакомые, там, жены, дети, родители, это понимали. В принципе, объяснить это несложно, правильно? Ну, так взять и рассказать, например. Вот я взял своей маме, рассказал, да? Говорю, ну как, мам? Будем что-то делать для этого. Как думаете, что моя мама сказала? Телевизор, ключи. Знаете, огромное количество нормальных, здравомысленных людей, близких нам, это же не враги нам, не те, которые хотят уничтожить мир или сделать это. Люди, которые говорят, ну, это хорошая идея, конечно. Но говорят, нет, это не для меня. И пока давайте будем честными. Большинство на этой свете людей не верит в это. Они говорят, это не для меня. То есть количество людей, которые хотят, желают этого и что-то для этого делают, пока ничтожно мало. Знаете, как говорят, узок рук этих имморталистов. Имморталисты – это люди, которые сторонники смерти, и страшно далеки они от народа. Это кто-то учился, когда учил, это не отцитировали. Это было про декабристов, конечно. Я просто думаю, я сейчас цитирую, а может, кто-то уже и не учил этих слов. Герцог никто не учил. А значит, а нет, это не Герцог, это же Ленин, это же Ленин, это же Владимир Ильич Ленин говорил. Господи, как же я перебираю пальцы. А кто это? Ленин это говорил. Ленин оказывается. Это потом Герцог живой. Да. Имморталист. Так вот, значит, что я хочу сказать. Абсолютно важно, что людей не верят. И что результаты этого? Вот тут самая важная штука. Медленно продвигается это дело. Вот вдуматься ведь. Ну что может быть грандиознее, как задача? Что может быть интереснее, чем задача продления жизни и даже открытия еще к возможности бессмертия? И что может быть интереснее? Какие вообще другие проблемы могут быть важнее? Ну какие? Акцизо-наводку. У кого какая граница? Кто будет пройти в Тунисе? Или заработает лишнюю тысячу? Ну по сравнению с этим, это же все такая чепуха. Люди готовы вкладывать в вот эту чепуху время, силы, деньги. Нервничают по этому поводу. Переживают и так далее. А об этом даже не думают. А если думают, ах. И в результате получается, что минимальное вложение финансовое, минимальное вложение духовное, минимальное вложение энергетическое, минимальное вложение по времени. Условно говоря, 99,9% своей жизни люди вкладывают во что-то другое, но только не в это. И поэтому другие вещи развиваются, многие быстро, но как медленно. Если круг людей, поддерживающий идею бессмертия и кардинального продления жизни, будет расширяться, будет очевидно, что? Идея становится престижной, идея становится популярной, и тогда становится престижным и популярным что делать? Вкладывать, помогать, поддерживать, освещать, соревноваться, кто быстрее, соревноваться, кто больше дал. Вот сейчас считается престижным во что вкладывать деньги? Ваш вариант. В землю. Во что? В землю. В землю, хорошо. Да? То есть земля, ну, в данном случае, я-то умру, но земля останется. Хорошая идея, да? Еще. Ну, например, в церкви. Вы заметили? Если в данном случае у человека... Да-да-да-да, человек строит церкви, храмы и так далее. На самом деле во что он вкладывается? Бессмертие. Бессмертие, но через что? Через память, да? Борганизация. Как вариант, как вариант. Но смотрите, здесь какая-то идея... Если человек верит в это, то думает, что все-таки мне воздастся, и, возможно... То есть вот таким образом он уже вкладывается. Хорошо, с этой стороны. Есть ли еще варианты во что в людей вкладываются? Детей. Детей. Детей тоже вариант. Смотрите, я не смогу, но, может, дети мои... Но, кстати, если бы человек вкладывался еще в идею бессмертия, он бы еще вкладывался в бессмертие своих детей. Что-то же немаловажно, наверное, перспективнее было. Так, ну и так далее, и так далее. Смотрите, вложений очень много. Ну ладно, в войну, в силу, не знаю, в престиж, в красивую жизнь. Тоже очень много вложений, согласитесь. Что? В образование. И так далее. И так далее и подобное. И хотя бы если часть вот этих сил и энергии пришло сюда, то мы с вами бы... Ну давайте честно, вот тема актуальна вот сейчас. Глубочайш, ты такие специалисты сидят. А сколько нас? Нельзя сказать, чтобы информации не было, она есть. То есть при желании, чем бы ее мог достать? Но разве сопоставима глобальность темы, интересность и полезность ее с тем количеством людей, которые находятся здесь? Игорь, а сколько вы людей известили? Вот как смогли? Как смогли? Ну если учесть, что рассылка была в центре Свияжа, разводный путь, если была объявление, висела в центре симптом, а висела на сайте, испугались дать. Почему? Обвинят, что мы сектор. То есть идея бессмертия, коронавирусного продвижения жизни в точке зрения нападающих от православной церкви воспринимается как идея сектантская. А так как клуб свинтон, это клуб практической психологии, регулярно обвиняется, ну такими автодоксально православными деятелями в сектантстве, хотя более абсурдного объявления, ну трудно, потому что просто клуб практической психологии. Любовь инкурент православной церкви сектант. Вот. Значит, в данном случае они испугались, да? Это упреждение, что после смерти вы попадете там в ад, и вас вилла не на горячий скорот спасает, это... Это нормально, это не сектантство. Сектантство, это серьезная идея. Если вы не принесете нам денег, вы не приходите. Лёха, у тебя какая информация? Сколько человек? У нас есть тысяч человек, как ты. У нашей рассылки более 500 человек, людей, которые... Ты скажешь так, это, конечно, невеликое, то есть можно и больше. Ну тысяч человек. Ну тысячу тысячу человек там. Ну человек 300 я провести. Вот и верно. А смотрите, сколько на самом деле. Ну, на самом деле информации очень много, средства помогают. В интернете, да? Да. И кто хочет, тот просто приходит и смотрит, ищет эту информацию. Тоже. Ну и кто-то еще самостоятельно. Паша правильно говорит, потому что у него мощная база, в следующий, я думаю, Паша нам поможет в состранении людей, да? Ну, то есть мы будем подключать людей. Ну я просто говорю, что минимально. Значит, давайте будем честными, у здоровых, рядом с нами, в основном, люди, ну, с здравой психикой, все-таки. Мы с сумасшедшими силами не общаемся. Нормальных людей, которые занимаются своим делом, и так далее, есть сомнения. А нужно ли вообще вкладывать в это время силы и деньги? Вот как вам кажется, и может быть, у вас тоже такие сомнения возникают. В чем сомнения? Мы сейчас озвучиваем эти сомнения. Это очень важно, чтобы сегодня, возможно, мы учли их. Потому что, если мы на них не ответим, мы можем воздух бросать в наши идеи. У меня сомнения в том, что попробовав непроверенный метод, станет хуже. Так. Не станет хуже. Да. То есть, причем, может быть, серьезно, метод новый, то он может, в принципе, убить. И, соответственно, получается отсюда сомнения, что стоит ли пробовать, пока не проверим. То есть, я сейчас скажу, мне расскажут, выпивают серную кислоту на ночь одну ложку и так далее, выпивают. Что? Стволовые эффекты. Да. Вот, там, средств стволовых находишь, рак начнется, или так далее, что еще. Ну, то есть, понятно, да? То есть, у людей есть очень много недоверия к методам, которые предлагают, потому что были обманы, были то-то, то-то, и то-то, то-то. То есть, хочется, потому что уже есть жизнь, чтобы ее не сократить хотят. Так, еще какие сомнения. У вас есть, или вы слышали о знакомых. Почему люди все-таки не идут, не нужно, они говорят, не верю в это, не хочу. Что? Что остановлю? Вы посмотрели, что это реально? Это нереально. Это сказки вообще? Это сказки вообще? Это сказки вообще? Что я буду вкладываться в сказки, что я буду вкладываться в нереальность и так далее? Лучше вот сейчас, условно говоря, это, например, я съезжу туда отдохнуть там, да, это не сказка, это реально. А вот это нереально. Так, нереально. Вот это феа, который уже важен. Дорог. Нереально. По крайней мере, нереально сейчас, правильно? Вот сейчас нереально. Так. Если еще что? Жду пока ключит, жарят и петух. Не умеют решать несрочные задачи. Вот, когда приспичит, тогда и пойдет. Но, как правило, когда приспичит, уже человек идти не может. Уже обычно к нему идут. И то не все, да? Значит, поэтому не приспичило. А что важно, что-то не приспичило. Говорит, я, вот сколько людей, я говорю, вот встреча, да, 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 ну ты знаешь, там я уже договорился, ладно, в следующий раз. Кто из вас говорит, в следующий раз. Боякс попросит развод. Развод? Да. Развод. Обман. Не верит никому, вот, не в чеченном. Обман. Не верит. Опять деньги надо будет отдавать. Тысячу рублей. Или вообще время отдавать свое. Или еще что-то. А может еще дальше разведут, да? Сейчас вот расскажут всякие. Диегордиков. Наведут, да, наведут порчу. И дальше. Или говорят, ну за снятие порчу. Тут уже подороже. Да, подороже уже будет. Как с верблюда, как встать, да? Сесть недорого, а вот селее с верблюда сложнее. С бессмертия не все сходят. За очень большие деньги только. Так. Еще варианты. Давайте подумаем, потому что вы будете слышать, вы будете рассказывать об этом, вам люди будут говорить, до чего. Что они вам будут говорить? Вы готовы к этому? Здравосмысл. Что такое здравосмысл? Здравосмысл. Я просто это делал в свое время вычисления. Да. Хорошо. Скажу так. Да. Собрал вероятность и случайность смерти человека. Ну, попасть в автомобильную, патастрофу, там, третичь на голову, упал, заболеет, третий десяток. В сумме получается матожидание. Если обратно, ручное взятие, получается матожидание средней жизни. Понимаете? Какое? Нет, совсем так. Дело в том, что вероятность, зависит от количества, просто старинный, старинный. Вероятность попасть катастрофы. В том числе. Ну, или в каким-нибудь, потому что один от, я знаю, что и Данила, и Игорь занимались темой вероятности нашей умереть, почему-то. это вероятность если умереть в 850 лет, то получается средняя продолжительная жизнь. Я посчитал, посудил, что в 6 лет в 850 лет. То есть даже если человек сделает бессмерт, вот так, в вашем роде, живется он больше, то он умирает в среднем, вероятность умереть в 850 лет, на раз в 2, на 1, то есть примерно ограничением в 850 лет. Если это не сейчас в том случае. Причем, если тысячу лет назад эта вероятность постепенно уменьшается. Если тысячу лет назад этих тысячу частных случаев не было, машин не было, ты живешь и живешь в деревне, умираешь там в данном деле, там, почему там случайно. Вот. То сейчас за счет активности человека вот эта матаж ожидания, оно уменьшается. Если сейчас в 850 лет, на сегодня, то через 150 лет оно будет в 700, и оно будет улучшаться, с тоже уменьшением. То есть где-то прогресс будет в увеличении жизни с одной стороны медицины, но с другой стороны за счет печатных случаев будет наоборот смесить это приводит. Это на 400-х годах мы остановимся. А ты учитывал, да, ну, зловно говоря, что будет излечение целого ряда заболеваний, которые сейчас не излечиваются, от которых умирает большая часть людей, там, сердечно-сосудист, раковые, то, скорее всего, не будет излечимое. То, что будет увеличиваться восстанавливаемость человека после травмы и прочее, прочее, и прочее. урастать безопасность транспорта, передвижений и так далее. Это учитывалось? Ну, или учитывалось в расчете на сегодняшний транспорт? Транспорт становится все более опасным. Если раньше на велосипеде катался, тогда я буду на машине кататься. Будут кататься еще больше. То есть здесь у меня просто будет увеличиваться. Просто мне интересно, потому что я, например, очень часто при безопасном транспорте, например, читал в исторических трудах, но, к сожалению, в статистике упал, с лошадей погиб. Это умирали короли, умирали выше. Это одна из расстрелированных смертей было, что падали. С лошадей падались повозки и так далее. Какой процент это падающий? Ну, ладно, подушек не было. но это интересно. Итак, ну, скажем, некоторые просчеты и исследования показывают, что это невозможно. Хорошо. Считаю невозможно. Ну, есть ли еще. Так, есть ли еще какие-то вещи? Слушайте, вообще фантастики, никто не заявил про перенаселение планеты, а ведь это один из главных доводов людей, которые сразу говорят, а жить там не будем? Обычно говорят те, у кого плохо с квартирой, там, и так далее, и так подобно. И больше, что меня уделяет вопрос, не будет ли перенаселения планеты, в тот момент, когда сейчас все говорят о том, что планет, в России население катастрофически уменьшается. То есть, смотрите, те же люди, которые борются с уменьшением населения, тоже начинают бороться с его увеличением. Значит, ну, все-таки такое бывает, говорят, жить не о ней будет. Или, по крайней мере, будет очень тесно. А вот, хорошо? Так, ну, и все? А что, скучно не будет, разве? Мы еще говорят, что воды не будет. Воды не будет, что еще не будет? Хлеба. Хлеба не будет, продуктов не хватит. На всех не хватит? Вот так. Все, срабочится. На всех не хватит. Все мы не надо. А если вдруг все захотят быть бессмертные, понимаете? Да, заметно, потому сколько народу пришло, что все так и хотят. То есть, условия на нас хватит. А вот. Ну, все-таки я пишу, скучно будет. Вот сейчас все интересно, но согласитесь, со временем у многих людей скука или апатия к жизни, или так усиливается. И острота ощущений, и получение удовольствия все-таки со временем у большинства людей уменьшается. Правда, так как я провожу тренинги в разных компаниях, то я обратил внимание, что вдруг в последнее время где-то лет в 60 у многих наоборот второе дыхание. То ли какие-то новые выбросы серотонина, то ли еще что-то. Может мне Анатолий потом объяснит научно, что происходит с людьми. Новый возраст есть такой единый да, да, да. Вот очень интересно. Я не ближе к подросткам и детям, а вот если внуками находят контакт больше экологически. Ну вот интересная такая штука. И так скучно говорить. Ну вот пока все. Наверное, можно еще дописать. Я вот удивляюсь, что так мало было дописать. Потому что все сложно. Есть более простые решения, например, в России одна из самых распространенных газет по тиражам это «Весник ЗОЖ». Ага. Это здоровый образ жизни. Она даже продается неразрезанной, стоит 3 рубля, в нее 2 миллиона тираж. Там все болезни лечатся чеснок, капуста, там полченые медведки какие-нибудь, навоз, моча. И в принципе вот эти все гормоны, что-то там это все не может. Ну а что плюс мало. Я думаю, что много лет любили вас вообще. последний момент в том, что я делаю в архивах это мельцы. И вот все вошли социальные пенсии. Слишком сложно. Ну вот как вариант. Слишком сложно. всякие мельцы накаять, кто-то, тот. Все проблемы при смерти. То есть они просто не хотят так долго работать, скорее купить. А вот некоторые говорят, ты зачем всю жизнь работаешь? Да. Слушайте, мне так вот осталось 10-15 лет, уже все. И что, еще 600 лет работают? Вообще, ничего, вообще. Этих, расстрелять надо, этих гадров, которые здесь все нет. Они же лишают нас. Или вот получается все будут не работать, все же делать. А кто кого как. 600 лет на пенсии. Ну вот интересно, да, интересно тоже. Пенсионный фонд позовет. Для очень многих людей, пожелающих в нашей стране и после советского пространства проблемы здоровья. Очень много людей больных уже 20. И говоря, уже те, кто 30, он 40, или более 40. Уже болит, уже ничего. Соответственно, вы знаете, качество жизни, оно, скорее всего, преобладает многих приоритетов. Чем долго, ну, вы маленькая коляска, да, и там, он... Да, знаете, у многих, очень верно. Образ следующий, длительное время смерти, это значит, долго быть старыми больными. Именно это, наверное, предлагает. Да. То есть, зачем длить мучения? Зачем еще дольше вот это все страдания, старости, и так далее, подобное, и так далее. Не надо длить мучения. Абросивно это еще накладывается, не веря в систему здравоохранения. Какое там десмертие? Посмотрите, что творится. Да. Ну, дадим, так, негативный опыт предыдущий. Да, очень важный негативный опыт, когда люди обращались к специалистам, к врачам, да-да-да, и с чем они сталкивались? С равнодушием, с непрофессионализмом и так далее. И человек переносит это на будущее. Значит, и дальше так будет. И если от другого цели, то и там то же самое. Вы заметили, что человеку свойственно вообще переносить прошлый, предыдущий опыт на будущее. А раз человек, смотрите, переносит прошлый опыт на будущее, он все время свой прошлый опыт что делает? Повторяет. Он не может выйти из этого круга, потому что он уже ожидает от будущего, того, что было с ним в прошлом, и значит, снова и снова создает то же самое. И убеждаетесь, что правильно думал. Вот правильно я думал. Ну, это классический пример, когда помните на тренинге мужчина и женщина, я например, пример, вот мужчина думает, я, не знаю, некрасивый, глупый, у меня длинный нос, и поэтому я не нравлюсь женщинам. И вот, и подходить к ним не надо. И устроена, это естественно случай, когда к кому он подошел, женщина послала его подальше. И теперь он смотрит на любую женщину, и сразу видит, как она видит его длинный говорит, что он дурак, и его посылает дальше. Конечно, к женщинам подходить надо. Поэтому он долго собирается с силами, по-прежнему думая, что у него длинный некрасивый нос, и он глупый. И когда он подходит, как он себя ведет, прикрывая нос, и говоря какие-то вещи, стараясь быть умным, а вы знаете, кто старается быть умным, выглядеть намного глупее, значит, он начинает себя видеть. Женщина видит этого мужчину, на котором уже все написано, вся его неудача, весь его неуспех, все не верят, и посылает его подальше. Он отходит и говорит, правильно я знал. Вот правильно же я себе говорил, что вот. И он повторяет, повторяет свой опыт. Но, соответственно, опыт можно создать и другой. А вот, хорошо, значит, станет, станет и хуже. Ну и еще один, давайте, давайте, я скажу. До этого ни у кого это не получалось. Это очень важно, чтобы. Вот, мне иногда люди говорят, а покажите мне, вот покажите мне, Артюхова, который уже живет в 600-й год. Вот давайте. Артюхов говорит, а вот, меньше прожил. А вот, давайте, даже Рокфеллер, и тот, умер. Правда, во сколько? В 90-е? 90-е? Да, вот почти 100 лет. А Майкл Джексон все время хотел жить. А Джексон, да, а вот смотрите, никто еще не доказал, что это было. Да, 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 да. То есть, не было примеров. Один из лучших примеров, я уж тогда просто поделюсь, из области, да, мы, Игорь был тогда, и Анатолий, когда вот как раз на последнем ваше заседание реально пришел, один, не глупый человек выступал, но один говорит, ну вы знаете, есть предположение, что на Тибете, вот там нашли способ решения этого вопроса. А что один из ученых спрашивает, скажите, а есть ли вообще статистика про развитие жизни людей на Тибете? И вообще, обнаружено ли там то количество, например, долгожителей, какое, например, сейчас в Соединенных Штатах Америки? Вы знаете, он говорит, они живут в пещерах, просто их никто не видел. У них такой образ жизни. Но предположить на что, живут они там очень долго. То есть, поясняется, что следующее, все случаи, каких-то особых случаев бесконечности жизни, просто их никто не видел. Например, Желтый Император, который занимался даотскими сексуальными практиками, это я вам реклама 43, я делал, так часто прокручивал энергию ци, что, как говорят, развоплотился, и поэтому стал бессмертным. Но доказательство вернет, потому что он развоплотился, и никто, даже если встретит Желтый Император, его не узнает, потому что он в воздухе. А вот конкретных примеров, значит, конкретных, что вот Жил говорит, да, вот у меня паспорт, родился в средние века, вот паспорт, что-то то-то, то это никто не может предъявить. И поэтому они говорят, извините, не заебать, конечно, проявишь, но тебе все, 47. Вот когда в 547 будешь проявить, тогда я тебе на семинар не приду. А вот, и так далее, и потом. Да, есть ли еще где-нибудь что-то сказать, там подбалу, или что-то такое? Добавить хотел, нет? Я хочу добавить в нашу развитие этой идеи, вернее, так сказать, его представление, что вот мало кто осознает, что вот из всех людей, когда-либо живших на Земле, от где-то 10 до 30 процентов, там разные оценки в разных авторах прибываются, так никогда и не умеют. Да. Серьезно? Серьезно. Сколько, сколько? Ну, от 10 до 30 процентов. То есть это вот... Ну, то есть не установлен факт экспертов? Нет. Просто мы живем... А-а-а. Ну, да-да. Как живем? Что ты понял сейчас? Скажи. Еще раз, я решену здесь. Нет, просто вот мы все, кто сейчас живет на Земле, составляем от 10 до 30 процентов тех людей, которые летают на ней жить. А поскольку мы еще не умерли, что мы верим, то вот мое охранение, с которого я начал, оно хотя бы, что оно людей как вшелкило. Ну, вот уже, пока мы в мире не умерли, да, мы уже пример тех людей, которые... Которые не умерли. Вот-вот идет конкретный пример. Я понимаю, что мы можем назвать, но... в русском языке есть слово «семья». И считается «я» и «семья». «Я». То есть это мой... Три моих предка. То есть отец, дед, прадед и три моих внизу. Сын, внук и правый. И в середине «я». То есть получается «семья». Если посчитать возраст какой-то, где-то 150 лет. То есть предполагается, что раньше жили люди до христианства, вот тогда 50 лет. Потому что от этого пошло слово «семья». То есть это тот род, который имел, носил какую-то помину. Вот он прослеживался. Ну в Библии, если ты помнишь там сколько... Ну это до Библии. Это еще до Библии. До Библии, до христианства. Это шрифтовальный до христианства. Ну до христианства на Руси там немножко это разные вещи. То есть Библия же все-таки написана какого? Второй век у нас получается Библия, да? Написано. Ну а она долгое время писалась уже. Ну да. Последние. Второй век. Ну что не второй век до нашей эры, а первый это... Ну там... Ну да, нет, ну смотри, я просто не буду прям по строкам, потому что мы не знаем, когда это возникло. Просто христианство на Руси это же 10-й век, да? У нас 9-й век, да? Я не на Руси. А то, значит, язычество, оно существовало у нас, но если берем народы, населяющие нас, ну а то культуру, которые они же пришли тоже сюда... В каком веке пришли славяне на территорию России? Ну ладно, это слишком психологический вопрос. Ну, по-моему, то ли 5-й, то ли 6-й. Это спорный. Ну, в общем, первое упоминание славяных вообще не на территории России как в народе, как в Толемии, это где-то 2-й век до нашей... 2-й век, да? Да, но это тоже споро, что это именно... На территории, что-то так называемой Пруссии, вот, остров Рюген и вот этот вот регион, да? Ну, там не очень понятно. Не вижу, потому что я был на острове Рюген и смотрел, где вот эти капища были, первые славян, которые потом двигались, но может они еще пришли туда. Ну да, интересно, интересно. Более позднее уже доставлено 6-й век. Да, уроканта и венеты, вот эти вот. То есть, судя по русскому языку, как бы минимум от 150 лет. Да. То есть мы еще не приблизились к своему... Да, ну о чем разговор вообще вообще... Обычно мы вообще живем неправильно. Вообще живем неправильно. Хорошо, друзья, значит, тогда я вызвал все эти... Я почему хочу, чтобы мы эти держали в голове, можно сказать, что... Дело в том, что если есть возможность как-то эти вопросы сделать, и то же затронуть, давайте мы их потихонечку затронем. Почему? Вас будут спрашивать, что ты здесь делал? Ты целый день здесь прошел, ну и что ты узнал? И вы скажете, я узнал там то-то, то-то, я теперь знаю. И тебе говорят. И выдают список. И что ты на это ответишь? А ведь хочется, чтобы другие тоже как-то поддержали, да, тоже, чтобы как-то поучаствовали в этом, чтобы жить долго не одному, чтобы люди близки были. То есть нам надо, ну, условно говоря, внутри себя, во-первых, ответить на эти вопросы, и во-вторых, научиться, на мой взгляд, и другим людям, ну, по крайней мере, прояснять эти вопросы, чтобы людей поддерживать в нашей идее, и с которыми вместе будем жить долго, было больше, чтобы люди были хорошие.